Аудиокниги Ирина Боржак, Юлия Перумова Психолог по переписке Метод будущего в работе, помогающего практика За текстовыми консультациями будущее, подумали мы и решили создать столь необходимый воркбук для практики этого метода. Мы уверены, что его скоро будут использовать повсеместно все терапевты, коучи, консультанты, специалисты по карьере и прочее. Мы — это Ирина Боржак, директор Института публичных выступлений и конфликтологии, социальный психолог, автор книг «Сам дурак, как убеждать непробиваемых», «Волшебная кнопка против волнения» и «Подсознательное влияние, как убедить за одну минуту». А с недавних пор еще и президент Международной ассоциации текстовых консультантов и онлайн-терапевтов. И Юлия Перумова, практикующий психолог, гештальтерапевт, ведущая групп и автор книг «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов. Все дороги введут к себе». Ну и по совместительству теперь вице-президент той же самой Международной ассоциации текстовых консультантов и онлайн-терапевтов. Мы расскажем вам об уникальности этого способа консультирования, который можно применять самостоятельно, полностью построив на нем все консультирование, а также совмещать с сочными или онлайн-встречами с клиентом. Позволяет поднимать и прорабатывать огромный спектр вопросов, что дает клиенту возможность самостоятельно выбирать глубину погружения и самораскрытия. Позволяет расширить свою практику, взяв в работу сколько угодно клиентов и сопровождая их из любой точки мира. Можно использовать на базе любого психотерапевтического подхода, в рамках которого вы уже работаете. Дает возможность выбирать для себя и конкретных клиентов либо краткосрочное, ориентированное на конкретный запрос текстового консультирования, либо глубинную работу по трансформации личности клиента. С помощью этого варкбука вы узнаете особенности текстового консультирования, в том числе массу чисто технических, авторских фишек, для того, чтобы эффективнее работать с клиентами в этом формате. Ознакомитесь с нашим опытом в этой сфере. Погрузитесь в атмосферу обучения, прочитав ответы на задания студентов наших онлайн-групп. Ознакомитесь с многочисленными кейсами. Получите доступ к практическим заданиям, позволяющим вам сразу после их выполнения приступить к практике. Мы старались сделать этот варкбук максимально информативным. В конечном итоге он превратился в полноценное учебное пособие. Кроме того, зная, как трудно нам всем начинать пробовать новый метод, мы уделили внимание тому, чтобы вы постепенно, в целом обретали уверенность в себе как в специалисте, дополняя свою профессиональную идентичность, новым способом работы с клиентами. Внутри варкбука вас ждут много теорий о структуре, стадиях динамики текстового консультирования и прочем, примеры из опыта работы с клиентами, разнообразные упражнения, которые позволят вам освоить новые грани своей профессии. Вы получите дополнительную возможность расширить круг своих клиентов, а значит, зарабатывать, сократив затрачиваемое на работу время. Разве это не мечта? Вот и мы так думаем, поэтому приглашаем вас присоединиться к этому увлекательному процессу. Отрывок из книги Ирвина Ялома «Как я стал самим собой». Больше 15 лет я вел группу супервизий практикующих психотерапевтов в Сан-Франциско. На третьем году работы мы приняли нового члена, женщину-аналитика, перебравшуюся в Сан-Франциско после длительной работы на востоке страны. Первым случаем, представленным ей в группе, был пациент, живущий в Нью-Йорке, с которым она продолжала проводить сеансы по телефону. «Телефонная терапия?» Я негодовал. «О каком достойном лечении можно говорить, даже не видя пациента? Разве терапевт не упускает при этом все нюансы? Неловкие взгляды, выражения лица, улыбки, кивки, рукопожатия при расставании, абсолютно необходимые для близости в терапевтических отношениях». Я сказал ей, «Удаленной терапией заниматься нельзя. Невозможно лечить человека, который не сидит у вас в кабинете». Боже, каким я был самодовольным педантом! Она стояла на своем и утверждала, мол, терапия идет очень даже хорошо, не извольте беспокоиться. Я усомнился в этом и продолжал несколько месяцев подозрительно коситься на нее, пока не уступил, допустив, что она понимает, что делает. Мое мнение насчет дистанционной терапии изменилось еще круче шесть лет назад, когда я получила электронное письмо от пациентки, умолявшей о помощи и просившей вести с ней терапию по скайпу. Она жила на краю света, и там на ближайшие пять сотен миль не было ни одного терапевта. На самом деле она намеренно решила уехать в такой медвежий угол из-за чудовищно болезненного разрыва личных отношений. Она была в настолько уязвимом состоянии, что если бы даже у нее была возможность приходить ко мне или к какому-то другому терапевту на очные сессии, полагаю, она бы не стала этого делать. Я никогда прежде не проводил терапию по скайпу, и, учитывая все мои сомнения по поводу такого формата, мешкал в нерешительности. Но поскольку никакого иного варианта помочь этой женщине не существовало, я, наконец, решил принять ее на видеотерапию, но не говорить об этом никому из коллег. Больше года мы с ней каждую неделю встречались посредством скайпа. Когда ее лицо возникало на экране моего компьютера, я ощущал близость с ней. И очень скоро тысячи миль, разделявшие нас, словно испарились. Под конец нашего проведенного вместе года она сильно продвинулась в терапии, а у меня после нее появилось множество пациентов в таких далеких от меня местах, как Южная Африка, Турция, Австралия, Германия, Италия и Великобритания. Теперь я полагаю, что между моей терапией вживую и по видео разница невелика. Однако я стараюсь осмотрительно выбирать пациентов. Я не использую это средство связи для тяжелобольных пациентов, которым необходимо медикаментозное лечение, а, возможно, и госпитализация. Три года назад, когда я впервые услышал о текстовой терапии, в которой терапевты и клиенты общаются исключительно посредством сообщений, я снова отшатнулся в отвращении. Текстовая терапия. Фу! Извращение, дегуманизация, пародия на терапевтический процесс. Дело зашло слишком далеко. Я не хотел иметь с этим ничего общего и вновь включил на всю катушку режим педанта. Затем мне позвонил Орен Франк, создатель Talkspace, крупнейшей платформы для текстовой терапии онлайн. Он сказал, что теперь его компания организует терапевтические группы, которые встречаются посредством текстовых сообщений, и попросил проконсультировать его терапевтов. Текстовые терапевтические группы! Я снова был в шоке. Группа людей, которые никогда не видели друг друга, чтобы сохранить анонимность, их лица никогда не демонстрировались на экране, вместо них использовались символы, и общались исключительно текстовыми сообщениями. Это уже слишком. Я не мог представить, как групповая терапия может работать посредством текстовых сообщений, но согласился поучаствовать почти исключительно из любопытства. Я наблюдал несколько таких групп, и на сей раз оказался прав. Групповая терапия, коей я был свидетелем, оказалась слишком громоздкой, и этот проект вскоре был заброшен. Вместо него компания сосредоточилась исключительно на использовании текстовых сообщений для индивидуальной терапии. Вскоре открылись и другие компании текстовой терапии в Соединенных Штатах и нескольких других странах. И три года назад я согласился быть супервизором терапевтов, ответственных за подготовку персонала Talkspace. Теперь, в свои 80 с лишним, я редко читаю журналы и почти не езжу на профессиональные конференции. И я чувствую, что утрачиваю контакт с новыми достижениями. И хотя текстовая терапия казалась мне вершиной безличности и прямой противоположностью моему собственному подходу, предполагающему высокий уровень близости, я чувствовала, что текстовому общению суждено сыграть значительную роль в будущем психотерапии. Я решил бороться с собственной замшелостью и держать руку на пульсе этого быстро распространяющегося метода психотерапии. Эта платформа дает клиентам возможность обмениваться с терапевтом текстовыми сообщениями при желании ежедневно за умеренную фиксированную ежемесячную плату. Применение такой терапии распространяется экспоненциально. На момент, когда я это пишу, Stockspace, крупнейшая американской компанией в этом секторе, сотрудничает более тысячи терапевтов. Подобные платформы открываются и в других странах. Со мной связывались три компании из Китая и представители каждой из них утверждали, что именно она является крупнейшей китайской компанией интернет-терапии. Эта инновация быстро развивалась. Вскоре Talkspace уже предлагал не только текстовую терапию, но и возможность для клиентов и терапевтов оставлять друг другу голосовые сообщения. Затем, вскоре после этого, клиентам предложили вариант встреч с помощью видеоконференций в прямом эфире. В скором времени лишь половина сеансов проводилась путем обмена текстовыми сообщениями. Четверть — с помощью голосовых телефонных сообщений, а еще четверть — через видеоконференции. Я ожидал, что клиенты будут пользоваться текстовыми сообщениями лишь в начальной фазе терапии и постепенно будут переходить к аудио, а затем и к видеообщению, как к чему-то более настоящему. Как же я был неправ. Происходило совсем не это. Немало клиентов предпочитают текстовые сообщения, отказываясь от телефонных и видеоконтактов. Мне это казалось абсурдным, но вскоре я выяснил, что многие клиенты чувствуют себя в большей безопасности благодаря анонимности текстовых сообщений. Более того, молодым клиентам такое общение не доставляет никакого дискомфорта. Они выросли на различных мессенджерах и часто предпочитают этот способ общения с друзьями телефонным звонкам. На данный момент складывается впечатление, что текстовая терапия сыграет серьезную роль в будущем нашей сферы деятельности. Некоторое время я относился к текстовой терапии свысока. Она казалась мне бледным подобием настоящей психотерапии. Изучая работу своих подопечных терапевтов, я был уверен, что этот способ не обеспечивает терапии той глубины и качества, что я предлагал своим пациентам. Однако постепенно я пришел к пониманию, что хоть это и не та же самая терапия, которую дают личные встречи, она все же дает клиентам нечто важное. Вне сомнения, многие клиенты ценят текстовую терапию и переживают перемены. Я рекомендовал Talkspace тщательно изучить результаты. И действительно, результаты первых исследований указывают на значительные перемены. Я читал комментарии пациентов в текстовых сообщениях, в которых они говорили, как высоко ценят этот процесс. Одна пациентка сообщила, что распечатала некоторые высказывания своего терапевта и повесила их на дверцу холодильника, чтобы регулярно просматривать. Если у клиентов случается паническая атака посреди ночи, они могут сразу же послать сообщение своему терапевту. И хотя терапевт прочтет этот текст не раньше, чем через несколько часов, все же возникает ощущение мгновенного контакта. Более того, клиенты могут с легкостью заново просматривать всю свою терапию, каждое слово, которое они сказали терапевту, и наглядно видеть масштаб своего прогресса. Супервизия терапевтов, работающих через текстовые сообщения, отличается от супервизии традиционных терапевтов. К примеру, когда я курирую такого терапевта, у меня есть возможность не полагаться на порой ненадежные воспоминания терапевта о том, что произошло во время сеанса. Наоборот, я имею доступ к полной расшифровке всей встречи, каждому слову, которым обменялись терапевт и пациент, а только супервизора ничто не скрыто. Кроме того, я так настоятельно рекомендовал проходящему меня супервизию текстовым терапевтам быть внимательным к человечной, эмпатической, искренней природе отношений между клиентом и терапевтом, что возник странный парадоксальный результат. У хорошо подготовленных терапевтов текстовые сообщения могут обеспечивать контакт более личный, чем мощная встреча с терапевтами, которые неукоснительно следуют механистичным поведенческим предписаниям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok